ПЕСНЯ Подготовленными на конкурс на все 100 пришли не только конкурсанты, но и их команды поддержки. Это придает уверенности ребятам, что они смогут достойно показать себя на сцене и не подведут тех, кто выбрал их кандидатуру на участие в форуме. Педагоги Невчиного колледжа решили, что должен выступать я. Почему? Просто помимо творческой деятельности я занимаюсь еще и спортом. И возможно я и там должен успеть, и здесь сделать. Второму заключительному этапу конкурса предшествовала сдача норм ГТО, которую ребята выполнили. И теперь на сцене им предстоит раскрыть всю свою многогранность талантов. Они пели, читали стихи, танцевали, шутили и многое другое. В общем удивляли как могли не только зрители и жюри, но и почетных гостей. Видно, что тщательно готовились. Задорные, веселые. Очень понравилось их выступление. Поддержка у них очень хорошая, подготовленная, крепкая. Значит, можно сделать вывод, что эти парни имеют авторитет среди друзей. Но хотелось бы сделать вывод такой, что вооруженные силы Российской Федерации не остались без Василия Теркина. Организатором данного конкурса, который проходит в Нефтекамске во второй раз, выступает Комитет по делам молодежи. И как отмечают его представители, мероприятие медленно, но уверенно становится популярным среди студентов. В данном мероприятии принимают участие студенты со средне-специальных и высших учебных заведений нашего города. Если в том году у нас было всего три участника, в этом году участников стало в два раза больше, то есть уже шесть. По итогам конкурса гран-при жюри присудила студенту Нефтяного колледжа Артему Мамедову. Студенты машиностроительного колледжа Иван Соловьев и Антон Патрикеев разделили между собой первое и второе места. Замкнул призовую тройку студент многопрофильного колледжа Роман Каприков. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».